Оперная дива и бывший депутат Мария Максакова, сбежавшая в Киев в 2016 году, сейчас судится за квартиру в центре Москвы со своими старшими детьми от бизнесмена Владимира Тюрина, Ильей Люсей, которых он, якобы из мести, настроил против нее. Несколько месяцев назад она прилетела в Москву, тогда многие подумали, что оперная дива одумалась и решила вернуться на родину. Но оказалось, Мария прилетела, чтобы отвоевать свою роскошную семикомнатную квартиру. Она сделала несколько громких заявлений в СМИ, обвинив отца своих старших детей в рейдерском захвате, несмотря на то, что именно Владимир Тюрин по ее же просьбе помог вернуть ей жилье стоимостью около 200 миллионов рублей. При этом адвокат Тюрина заявил, что между бывшими гражданскими супругами по обоюдному согласию был заключен договор, согласно которому Мария после завершения судебного процесса по квартире должна была подарить ее старшим детям. Однако певица передумала и теперь снова отстаивает свои права на жилплощадь. Кроме того, впервые за много лет переступив порог законной собственности, певица обнаружила, что квартира ограблена, оттуда похищены антикварные картины и сейф с драгоценностями и внушительной суммой денег – 54 тысячи долларов и 40 тысяч евро. Общий исчерп она оценила в 500 тысяч долларов. Вместе с Максаковой квартиру осмотрела съемочная группа прямого эфира. В течение нескольких часов специалист пытался вскрыть итальянский замок, чтобы попасть внутрь помещения. Когда в присутствии полиции дверь все же была вскрыта, Максакова пришла в неподдельный ужас. Несмотря на то, что большая часть мебели и деталей интерьера сохранилась, обнаружились недостающие элементы – ковер, консоль, дорога и тренажер. Практически в каждой из комнат уничтожительные кровати, а в одной – детский манижек, из чего певица сделала вывод – в квартире проживало много людей. А стоп-конкеты распечатанные правила пользования домом только подтвердили ее предположение. «Это, конечно, шок. Я представляю, что здесь был просто цыганский табор. Я не знаю, сколько здесь жило людей. Это хлев, свинарник, вот что они сделали», – заявила певица. По ее словам, квартира полностью обчищена. На вопрос, кто, по ее мнению, мог совершить это дерзкое преступление, Максакова признается, «Я совершила абсолютно неадекватный и необъяснимый поступок». После убийства ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова она оказалась в крайне трудной жизненной ситуации и перестала кому-либо доверять. В 2018 году Мария эффективно вышла замуж за юриста Далхата Халаева, который предложил помочь ей с продажей квартиры на Краснопресненской набережной. Именно на его имя и была переписана собственность. Халаев должен был продать недвижимость и выслать ей деньги, однако покупатели оказались недобросовестными и обманным путем не только забрали квартиру, но и заселили туда квартирантов. Что скажет сам Халаев в свое оправдание? Может ли он быть причастен к ограблению певицы? Где сейчас находятся недобросовестные покупатели квартиры, и кому сейчас принадлежит элитная недвижимость? Ответы, в новом выпуске программы Прямой Эфир. Еще больше интересных новостей, в нашем инстаграм и телеграм канале собака смотрим подчеркивание ру.